Приветствую вас, Ксения. Я думаю, что проблема заключается не в том, чтобы вернуть, как вы говорите, все как было. Проблема заключается на самом деле в другом. Проблема заключается в том, что вы боитесь остаться одна, и проблема заключается в том, что вы, ну, видимо, обладаете заниженной самооценкой, потому что откровенно тяготеете к своему мужу, откровенно унижаетесь перед ним, откровенно дискредитируете себя, что совершенно неприемлемо в отношениях между, ну, в здоровых отношениях между людьми. Вот, поэтому я полагаю, что начинать нужно именно с этого, начинать нужно именно с того, чтобы самой себе вам разобраться, а не разобраться в своей семье, потому что ваша семья как раз-таки, а именно в вашей семье как раз-таки все, на мой взгляд. Понятно, в том смысле, что мужчина действительно вам манипулирует, в том смысле, что мужчина действительно вас использует, в том смысле, что мужчина действительно почувствовал, видимо, что вы без него не можете, и теперь позволяет себе такие вещи. Надо сказать, что его поведение закономерное, потому что, как вы не очень хорошо относитесь к себе, так и он не очень хорошо относится к вам, потому что по-другому, в принципе, быть на самом деле и не может. Вот это вот очень важно понять. Вы говорите о таких вещах, как смысл. Вы говорите о таких вещах, как смысл, вы говорите, есть ли смысл моих стараний. Если под смыслом ваших стараний вы подразумеваете возвращение всего к тому, как было, то я вас совершенно точно расстрою, что в этом случае ваши старания лишены из всякого смысла, потому что ничего назад вернуть нельзя. Ваши отношения назад не вернутся. И дело здесь не в том, что мужчина, к примеру, вас больше не любит, или дело здесь не в том, что мужчина как-то по-другому к вам относится. Дело здесь просто в том, что вы получаете опыт, вот каждый раз, да, вы получаете опыт в отношениях, и вы меняетесь, меняетесь вы, меняется ваш партнер. И этот опыт, он делает абсолютно невозможным возвращение, как раньше. Но, почему вы хотите вернуться как раньше, да еще и как можно скорее? Ведь то, что вы, к примеру, извинялись, да, ну, то, что вы перед ним, перед своим мужем извинялись, это ведь не означает, что проблема решена. То есть это не означает, что те проблемы, которые у вас имели место быть, они решены. Вы говорите после очередного скандала, после скандала, но из-за чего скандала? Ведь скандалы в том числе устраивали и вы, то есть скандалы возникают не только по, значит, по инициативе мужа, но и вы участвуете в скандалах тоже. Значит, логично предположить, что вы в чем-то не удовлетворены, вот. И здесь опять же речь идет о вашей самооценке. Здесь речь идет только о вашей самооценке, и не о чем другом, не о возвращении мужа, и не о том, чтобы вернуть все как было. А именно, именно, о вашей самооценке, о вашем восприятии себя, и, возможно, о вашем восприятии отношений, вот. И о том, как вы себя репрезентуете. А сейчас я вам, значит, про... демонстрирую. Выпейте раньше, муж гулял, а ребенка первого похоронили, несколько лет, все хорошо. Здесь у вас достаточно важные вещи, отображаются очень поверхностно. То есть, муж гулял, что это у вас, что это значит, гулял? Он вам изменял, или он просто гулял, там, к примеру, ну, с друзьями и так далее? Вот. Если он вам изменял, то почему вы это терпели, терпите, и почему у вас был ребенок от него, если он вам изменял? Вот. Дальше вы пишите, что первого ребенка похоронили. Это очень серьезная травма, как для вас, так, я уверен, и для вашего мужа. Поэтому очень важно убедиться, очень важно быть уверенным в том, что это осталось просто, чтобы отпустили эту ситуацию. У меня такого, у меня такой уверенности нет, ну, в силу того, что мы с вами не работали, в силу того, что вы пишите, у меня такое ощущение, что вас, что вы смогли отпустить, что вы смогли отпустить эту ситуацию, у меня такого ощущения. Вот. Поэтому, если вы как-то до сих пор чувствуете влияние на себя в той ситуации, а это, на самом деле, ужасно. Ужасно, совершенно ужасно, что вам пришлось такое пережить. Вот. То я рекомендую вам, значит, в этом направлении поработать с психологом, как минимум. Вот. То есть это, это, взаимосвязанные вещи. Далее. Значит, несколько лет все хорошо. Родился второй ребенок, два года уже ребенку, ночной жизни. Правда, мало очень было, так как медицинские противопоказания были, все вроде бы ничего. Понимаете, Ксения, здесь у вас еще одна идет системная ошибка, связанная она с тем, что вы наивно считаете, что если мужчина перестал гулять из-за, допустим, тех же медицинских показаний, это значит, что у вас все хорошо. Это не значит, что у вас все хорошо. Это значит только то, что мужчина перестал гулять. Ни больше, ни меньше. Причем, заметьте, он перестал гулять не потому, что он сам так захотел. А он перестал гулять, потому что у него не было, у него возможностей, как бы, больше нет. Но те мотивы, те мотивы, которые у него имелись, то есть то, почему он гулял, это сохранилось. Я надеюсь, что вы не будете с этим спорить. Те желания, которые он удовлетворял через свои, скажем так, прогулки, это все сохранилось. Это все никак не делать. Но у меня такое ощущение, что вы моментально и сразу об этом забыли. У меня такое ощущение, что вы просто посчитали, что ну вы сразу не гуляете, то все в порядке. Я наконец-то, там, ну грубо говоря, получу то, что мне нужно. Ну, к примеру. Вот. То есть вы опять же здесь меня извините, но это не работает. Это не работает так. Именно так это не работает. То есть если муж гулял, значит у него есть какие-то проблемы. Проблемы. Которые мотивируют его это делать. Ну это какие-то неудовлетворенности, которые мотивируют его поступать так, как он поступает. Вот. И вы, давайте говорить честно, об этом не осведомлены. Дальше. Все вроде бы ничего. Недавно я сказал, что все устало от моей гистерики. Давно задумывается развод. Большую часть делала проблемы речи, а я одна, поэтому и не выдерживает нервы. Ксения. Ну, смотрите. Во-первых, истерика – это потребность во внимании. Да? То есть, ну, если у вас истерика, да? Если у вас истерика, значит вам чего-то не хватает. Очень сильно не хватает, не хватает чего-то. Вот. Я, конечно, не знаю, безусловно, чего вам не хватает. Ну, потому что, ну, понятно, что, как бы для этого нужен более детальный анализ. Ситуация. Но я однозначно могу сказать, совершенно однозначно могу сказать, что истерика – это не из-за того, что у вас, как вы говорите, нервы на пределе. Кроме того, тот факт, что вы решаете все проблемы – это, по идее, по идее, должно было быть вашим выбором. что это вы должны были выбрать, для себя решать все проблемы – одна. Вот. Если вам это не подходит, по той или иной причине, к примеру, что мужчине нужно сразу об этом заявить. То есть, грубо говоря, именно в реальном времени, давать обратную связь ему. А, не так, как это делали вы, да, что вот вы вроде бы делаете все, все проблемы вроде бы вы решаете, но вам тяжело и… и… как бы… оказывается, вы… в напряге постоянно, понимаете. То есть, опять же, нужно проследить, структуру вашего выбора. То есть, если вы, когда-то, сделали выбор в пользу, и в сторону, того, чтобы одной решать проблемы, да, что мужчина понял это так, что, в общем-то, ну, вы этого хотите, по крайней мере. Вот. Так это понял мужчина, что вы этого хотите, что вам это нужно, что вы, в принципе, вот, готовы, ну, готовы этим заниматься. Ну, вот. И все. И если вам надоело, к примеру, это делать, к примеру, если вам надоело, то, опять, нужно просто, напросто, ему было об этом сказать, и больше не делать. Вот. Ничего. А так, по сути, получается, что вы обрадовываете своей истерике. Хотя, верьте, это ваш ответ. Мой муж работает вахтовым методом, а дома бывает несколько дней в месяц, после последнего скандала разошлись. А для чего скандал? Долго извиняли, извинялась, и все-таки помирились. А какие были приняты решения вами? Ну, вот, вы помирились, да, это хорошо. А какие были приняты, какие были решения приняты? Ладно. Понимаете? то есть, то есть, толку, толку, от того, что вы, помирились. Если никаких решений нет, если никаких решений не было, принято, что, хоть вы помирились, хоть вы не помирились, то есть, вообще, никакого, никакого смысла в этом нет. Долго извинялось, то есть, унижались, да, вот именно, долго извинялось, за что извинялись, и что вы, что вы решили. Просто, просто унизили себя, и все. Теперь надо разговаривать со мной надменно, что это спросить, хоть что-то, в ответ, но вот опять. Мужчина вами манипулирует и пытается вас подчинить. Потому что, понимаете, что вы от него зависите. Будь ты специально ищешь подвох, во всем каждый день, говорить, что любит и дрожит, но, сейчас, ответ, ответ, ответа на любой вопрос, любит или нет, нужна она не вытянуть. А зачем вы спрашиваете него об этом? Вы что, не уверены в себе? Вы что, боитесь чего-то? Почему вы требуете от человека высказывать свои чувства? Зачем это вам? Знаете, вот здесь проявляется зависимость, здесь проявляется проблема с личными границами. Вот поэтому я рекомендую вам изучить в интернете тему созависимости. А также, я рекомендовал бы вам изучить тему психологической игры попался Сукин Сын. Есть такая психологическая игра, обязательно ее посмотрите. в эту игру играет ваш муж. Правда, я думаю, что это не первичная игра. Вот. Говорите, что не будет говорить по доказу, или что не будет накладывать жадно, это его право, это его право, это нормально, от этого еще тяжелее держать истерики в себе, не знаю, на что думать. Ксения, вы только вдумайтесь в то, что вы пишете. От этого еще тяжелее держать истерики в себе. Вам не нужно истерики в себе делать, вам нужно причину истерик понять, и самостоятельно взять на себя за это личную ответственность. Никто вам не должен ничего, никто вас не будет успокаивать, никто не должен вам что-то говорить. Когда вы говорите, что от этого тяжелее держать истерику в себе, вы по сути прикладываете ответственность за них на своего мужа. А это неправильно, точнее деструктивно. Нужна ли я, любит ли вообще? А какая вам разница, Ксения? Какая вам разница? Как, почему вы этого хотите? Почему вы говорите о том, любит ли он вас, и нужны ли вы ему, а не любите вы его, и не нужен он вам? А если нужен вам, то для чего? Понятно, что нужен, но для чего? Это первое. Второе, Ксения, нужность в отношениях. Нужность. Очень опасная штука. Потому что где есть нужность, где есть нужность, там очень часто есть и зависимость. Если вы хотите все-таки нормализовать свое состояние, то вам нужно быть независимым от мужчины. Любить, пожалуйста. Делать что-то для человека, пожалуйста. Но не нуждаться. Это разные вещи. Дальше. Дальше. Просто сейчас все выглядит так. Ты посиди пока, я посмотрю, как ты изменишься. Это правильно? Так вы же так себе это рекомендовали. Что делать? Помогите. Больше на себя внимания обращайте. Больше для себя делайте. Замотыгу повышайте. Стыдиться. Стыдиться себя. Переставайте. С личными границами работать. То есть, где мои, где я, а где я другой человек. Где мои границы, где границы другого. Как вернуться? Скорее про это сказал. Вернуть нельзя. Ничего не могу, не есть, не делать ничего. Это созависимость. Мне с ней нужно работать. На руках ребенок надо заниматься. Мне нужно понять, как вести себя. Чтобы было как прежде. Не будет. Как прежде. Не будет. Не будет. Вы можете лучше, лучше, что вы можете сделать. Максимальное, что вы можете сделать. Это вспомнить, какой вы были, когда вы с ним познакомились. Кого он, собственно, полюбил. Потому что вы изменились. Но эта проблема не решит. На глобальном уровне. По крайней мере. Так. Сказал, да, я люблю вас с сыном. Но говорить по заказу это не собираюсь. Это правильно. Или на вопрос любят договорить, что они не станут им отмечаться. Это правильно. Мне интересно, почему вы требуете от него это. Почему вы спрашиваете это. Почему вы как будто не уверены в себе. Понимаете? И свое неуверение в себе вы переносите на своего мужа. Мне важно понять, есть ли смысл моих стараний или же мои истерики были только поводом до развода. Ну, понимаете, какая история. Смысл ваших стараний, про смысл я уже говорил. А вот по поводу того, что ваша истерика только поводом до развода. Я скажу так. Что истерики сами по себе, это ваш симптом, симптом ваших психологических проблем. Противоречений, удовлетворенности, страхов и так далее. Мужчина разводиться не хочет, иначе бы он уже развелся с вами. Но он хочет, чтобы вы жили на его условиях. Его условия, это условия удобные ему, а не вам. Так будет продолжаться, если вы не будете отстаивать свою позицию, свою точку зрения. Если нет смысла, я уйду. Если это у него просто в виде урока для меня, я приложил все усилия. Почему вы считаете, что мужчина иметь править вам давать уроки? Он что, учитель? Почему вы смотрите на него снизу вверх из-за чего? Если вы можете сейчас уйти, уходите, потому что так жить невозможно. Дальше будет только хуже. Мужчина все сильнее и сильнее будет вас давить. Мужчина все сильнее и сильнее будет вас принижать. Прочитайте про садомазохистические отношения. Я думаю, что вы поймете, о чем идет речь. Ага, так что вот. Так, я думаю, можно ответить вам на вопросы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их фличку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.